А красивый цвет будет такой, и мы уже снимаем Это Даша, о которой я вам очень много рассказываю Моя свадебная фея Знает все, и самое классное, что у нас И без нарезок, кстати, будет Мы не пойдем за крючком Нет, я не пойду за крючком Невеста хотела, чтобы вынес кольца цирковой мишка Но вообще, не ставьте, не ограничивайте Можно мне, Леонид, принесет кольца? Наша компактная Аня Взять игрушку и понести Очень часто, к сожалению, там на похороны ее вызывают Мы уже думали, если дать компанию холодные ножки Всем привет, друзья Я уверена, что многие из вас знают, что мы с любимым сейчас готовимся к свадьбе Но, в принципе, кто не знал, то это очевидно по названию этого видео Так вот, действительно, в нашей жизни сейчас такой приятный, интересный период Вот, и я решила немножечко поделиться с вами этим процессом подготовки Конечно же, все карты я вам раскрывать не буду, потому что хочу оставить сюрприз Но решила все-таки чуть-чуть вам рассказать и показать, что же у нас все-таки сейчас происходит Как проходит весь этот процесс, потому что он на самом деле очень интересный Так вот, начну с того, что любимый сделал мне предложение 17 сентября 2019 года И мы сразу же единогласно решили, что свадьба у нас будет летом Это как-то особо даже не обсуждалось, потому что у нас обоих была картинка такая яркая, летняя, солнечная, зеленый газон, водичка В общем, мы оба этого хотели И мы не понимаем, эту свадьбу зимой по холоду или осенью там дождь, грязь, снег Не-не-не Это все не для нас, не про нас Мы любим, чтобы все было ярко, солнечно, позитивно Плюс этим летом будет ровно 5 лет, как мы познакомились Так что мы решили, что это вообще очень символично и прям идеально И дату так подобрали, что все будет в один день День знакомства и день свадьбы Но какая дата, я вам не скажу, потому что мы переносили ее уже 3 раза И насчет того, что дата будет в день знакомства, мы решили совсем недавно, пару дней назад Вот, потому что первый раз мы перенесли из-за того, что мои родственники самые близкие не могли приехать И как бы я очень хочу их видеть, хочу, чтобы рядом были все самые близкие и родные Перенесли из-за них А вот совсем недавно мы решили перенести из-за карантина, коронавируса Который подпортил все наши планы, остановил наш процесс подготовки В общем, я уже боюсь что-то говорить по поводу даты Потому что если я еще раз решу перенести, любимый, наверное, вообще откажется от этой свадьбы И пошлет у меня куда подальше Вот, но надеюсь, этого не произойдет Все пока идет четенько по плану Сразу вам скажу, что предложение мне любимое сделало в сентябре А готовиться мы начали примерно где-то в ноябре С подготовкой мне помогает наш организатор Даша И, кстати, этот вопрос особо не обсуждался, будет этот организатор или нет Потому что Даша, сестра моей лучшей подруги Кати И когда они увидели, что я выставила в сторис в инстаграм кольцо Все как бы было решено само собой На тот момент мы с Дашей были просто знакомы Вот, но после этого мы встретились, пообщались И сразу решили, что да, мы будем вместе, Даша мне будет со всем помогать И в процессе уже мы начали близко дружить Так что у меня и организатор, и подруга, и, как она сказала, сопровождение по жизни Мне очень в этом плане повезло Потому что я, в принципе, в Киеве не так долго живу Всего два года Не все и всех знаю Даша уже намного дольше И у нее есть опыт в этой сфере большой И это очень классно, потому что Даша уже знает все заведения Всех фотографов, видеографов, ведущих, визажистов Всех знает, все про всех знает Кто порядочный, кто не очень, кто как себя ведет И еще очень классно, что у нас вкус исходится Поэтому, если Даша говорит, что вот это вот с моей самой классной любимой ведущей То, да, он мне тоже нравится Точно так же с видеографами, с фотографами Нам даже не приходится перебирать сильно много вариантов Потому что, вот, Даша говорит, вот самые классные Мы встречаемся, и они реально топовые И, ну, нам все нравится И, ну, так и сразу там галочки, галочки, галочки Вот Что я могу сказать? Мы изначально, в первую очередь, определились, естественно, с локацией Не совсем с первого раза Но это тоже наша любимая локация Проверенная годами Потому что, как оказалось, во многих других ресторанах Бывает очень много подводных камней, нюансов Которые могут испортить всю свадьбу Но мы же этого не хотим Поэтому я послушалась И локация мне понравилась И любимому понравилась Мы ездили вместе Будет там очень интересно и красиво Все будет проходить там Потому что очень много всяких развлечений В общем, все увидите в свадебном влоге Также, слава богу, мы до карантина успели определиться с платьем Конечно же, из-за моего нестандартного размера Мне, к сожалению, нельзя просто вот так вот зайти в магазин И видеть платье, чтобы оно было прям идеальным на мне Но я, в принципе, так и не хотела Я хотела, чтобы платье было уникальным И так получилось Мы его шили из двух Совместили Еще там добавили чуть-чуть по-своему Так что оно такое уникальное, авторское Вот И все так тютелька в тютельку делается на меня Уже почти готова В общем, я довольна И, кстати, платье тоже вот салон Который мне посоветовала Даша Это салон ее одноклассницы Мы зашли Я сразу увидела платье Откнула пальцем И мы его чуть-чуть апгрейдили Затем на карантине мы уже по зуму пообщались Познакомились с фотографами Тоже они мне очень понравились, ребята Определились Но карантин, конечно, немножечко подпортил все Потому что все-таки не могли встретиться с ребятами лично Не могли съездить на лакрацию с декораторами То есть, грубо говоря, два месяца из нашей подготовки вылетели Мне казалось, очень много времени Но вот эта вот еще неопределенность И неизвестно, как все будет И смогут ли мои гости все доехать Так как у меня Юля из Америки должна лететь Неизвестно, откроют ли границы Из России тоже, из Луганска Неизвестно, кому как добираться Да и вообще девочки сидят, переживают Даже не могут нормально пойти себе там платье выбрать Ну, в общем, такая жуткая неопределенность Поэтому совсем недавно я решила перенести На конец лета, конкретную дату не говорю Но я надеюсь, что к этому времени уже весь этот карантин закончится полностью Все устаканится и, главное, морально все успокоится Потому что очень не хочется, чтобы люди как-то еще, знаете, боялись на свадьбе И были какие-то там задние негативные мысли, переживания Хочется, чтобы все уже расслабились, выдохнули И классно-классно, кайфово погуляли Но, слава богу, карантин уже потихонечку заканчивается И вот у нас сейчас идет уже в Киеве первый этап выхода из карантина Уже можно более спокойно передвигаться и хотя бы что-то решать, с кем-то встречаться Сегодня мы с Дашей едем в салон на предпоследнюю примерку моего платья Я еще должна заехать купить пуговички Потому что я не хочу, чтобы они были такие, как на всех платьях Хочу, чтобы они были уникальными Поэтому поеду за стразиками, потом поеду в салон Там встретимся с Дашей, я вас познакомлю, покажу чуть-чуть платьишки Все, кроме своего, конечно же И вечером все вместе с Дашей, с любимым мы встречаемся с видеографами А так как мы блогеры, это одна из самых важных частей подготовки В принципе, я основную массу беру на себя Вот мы с Дашей все делаем вместе И любимого даже не дергаю и не трогаю Но так как видео для него очень-очень важно И он любит, чтобы все было четко, качественно И, в принципе, на свадьбу мы должны сделать много крутого контента То, естественно, мы собираемся уже вместе Все так тщательно обсудим, расскажем, покажем, что мы хотим Ну, я, в принципе, практически уверена на 100% Что мы снова сойдемся и договоримся с видеографами с первого раза Так что вот такой вот будет у нас с вами насыщенный денечек Не буду затягивать Сейчас мы с вами едем в магазин за стразиками Потом в салон и потом к видеографам Очень надеюсь, что вам будет интересно провести этот день с нами Так что погнали Все, купила стразики для платья Сейчас иду на примерку в салон Там уже встретимся с Дашей Наконец-то вас познакомлю И поснимаю уже там, потому что тут слишком сильный ветер Надеюсь, вы меня слышите Но там уж точно будет намного интереснее и красивее Так вот место, где я в первый раз почувствовала себя невестой Где меня окружили вниманием, теплом И я выбрала платье с первого раза Конечно же, я вам его не покажу Мы его чуть-чуть перешили То есть оно уникальное у меня будет Сделали все очень-очень классно, очень качественно Я очень довольна Сегодня была предпоследняя примерка Так что это самый такой приятный этап подготовки к свадьбе Смотрите, какая красота Вот мои феи, которые всегда со мной Да? Феи Смотрите, сколько блесток Своё я вам не показываю, но она однозначно будет самым красивым Уже увидите в главном свадебном влоге Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Такое мы уже снимаем Я это вырезать не буду Вот видите, как вы видите? У нас так всё весело происходит Это Даша, о которой я вам очень много рассказываю Моя свадебная фея Я думаю, по атмосфере и по нашему виду видно, как у нас проходит подготовка Всё проходит так же легко Не стесняйся Всё проходит так же легко, весело и непринуждённо Потому что без Даши я точно сошла бы уже с ума Тем более из-за карантина Но я и так чуть-чуть мозг выношу сейчас, потому что я переживаю Но Даша у меня держит всё под контролем И вообще это вот самое главное, что я вам всем советую Это не реклама, но вообще вам советую организаторы обязательно Потому что очень-очень много нюансов И Даша у меня опытная Знает всё И самое классное, что у нас очень сильно сходятся вкусы И все, кто нравится Даши Допустим, видеографы, с которыми мы сейчас встретимся Фотографы, салоны Всё нравится мне Поэтому мне ничего не приходится делать Потому что меня Даша приводит и говорит Вот эти, 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 эти И всё очень легко Спасибо Класс Вот, ещё, так как у меня канал о мотивации И о людях, которые сами чего-то добиваются Занимаются людьевым делом Вот, Даша явный пример этого всего Действительно, обожаю свою работу Я хочу небольшое интервью такое провести Что Даша вам рассказала И скажешь подписчикам Дорогие Как ты, почему ты этим вообще начала заниматься Да Почему свадьба? Никогда не мечтала о свадьбах Это произошло, на самом деле, очень как-то случайно Хотя моя первая причастность к свадьбам Ещё там где-то в университете была замечена Я ставила свадебный танец своим друзьям Вот Я расскажу немножко о себе Меня зовут Даша Воевода Вот, свадебный организатор Ещё с 2015 года Вот Я сама биотехнолог по образованию Закончила Киевский политехнический институт Красный диплом, аспирантура Работа в фармацевтике В крупном очень бизнесе Разные должности Серьёзные какие-то дела В 2013 году я пошла на свою первую работу Это была очень такая серьёзная работа Сраза с организацией производства У меня сразу была команда, мне очень нравилось организовывать людей Организатор Организатор В кабинете я сидела вместе, да, с женщинами, которым было 40, 50 и 60 лет где-то соответственно И они обсуждали там разные, кто что приготовил покушать, кто что связал Я так присела и подумала О боже, я, наверное, проживаю не свою жизнь И я начала думать, чем бы заниматься Случайно мне попалась на глаза вакансия свадебного координатора в лучшем агентстве на тот момент Я закончила курсы Это была первая учёба, за которую я заплатила И поняла, что это вот моё Но потом пришёл кризис В 2014 году Очень важно платить за курсы Потому что тогда ты получаешь полную ценность Понимаешь, зачем это тебе Ну, то есть, когда тебе даётся что-то бесплатное, ты его не ценишь А когда ты уже делаешь вклад Я, кстати, отбила стоимость курсов сразу через месяц после того, как я их закончила Потому что мы набирали новый курс Вот, я занималась набором людей на обучение Уже работая в агентстве И, соответственно, моя зарплата состояла Ну, была в два раза где-то больше, чем стоимость, которую я заплатила за курсы Вот так вот Я очень любила это дело Я вам нравилась, да Я горела этим У меня была очень крутая должность Очень крутые перспективы Стабильная работа Если поговорить про мотивацию То это было, знаете, поменять своё блестящее будущее В очень серьёзной, всегда прибыльной сфере На свадьбы, которые сезонные, которые нестабильные Которые очень сильно зависят от внешней среды Рискнула Тогда не рискнула Ввиду определённых жизненных обстоятельств в семье И того, что пошёл кризис 2014 года Я не могла себе позволить бросить работу И пойти там на нестабильный какой-то доход Потому что я финансово помогала семье И так до 2018 года я продолжала работать Я меняла работы, должности, разные компании Но всегда занималась свадьбами Просто решила заниматься именно фрилансе Да И уже в 2018 году у меня жизнь вытолкала с работы Этому можно, наверное, посвятить целый блок У меня очень, как вы знаете, вся уже вселенная сложилась так Когда я была внутри готова в первую очередь Потому что если бы, например, в 2017 году я бы ещё была и была бы не готова полностью уйти в это А уже в 2018 году я была внутренне готова И внешний мир уже создал для меня такую как бы ситуацию Когда он меня вытолкал, да Многие боятся уволиться Многие боятся, когда-когда боятся решиться Но мне кажется, приходит такой момент, когда не сильно как бы от тебя это зависит, да? Ты чувствуешь, что всё Ты уже понимаешь, что пора Я как сейчас помню этот день У меня там радовался весь Facebook, весь Instagram Это было там событие года На самом деле я уволилась И на тот момент у меня было всего-навсего два проекта Одна свадьба и один корпоратив И я понимала, что у меня уволилась в июле, например И там, условно, до конца года, возможно, мне там хватит каких-то финансовых ресурсов, ещё чего-то Но я была готова идти работать кому-то в эвент-агентство Я была готова браться за любую работу, в принципе Но не возвращаться, да, но уже не возвращаться в прошлое в фарм Потому что я его для себя закрыла И вот тут, как бы, можно верить в чудеса, можно их на себе испытать И тут начала вся вселенная способствовать Как только я освободила в своей жизни пространство Для нового Для нового И начали прийти какие-то запросы Начали все предлагать работу, какую-то помощь, ещё что-то, ещё что-то И вот оно как-то всё так закрутилось Сейчас май 2020 И несмотря на то, что карантинный сезон в этом году будет действительно сложный Для всех людей в этой индустрии Я всёмой для себя приняла решение Мне пишут иногда со старой работы Предлагают вернуться, но я говорю Спасибо, нет Возможно, я могу вам помочь с мероприятиями Нет, дадим Возможно, я могу пойти вам в пиар, в какую-то рекламу Но я точно никогда не буду заниматься тем, чем занималась Потому что я не то чтобы просто обожаю свадьбы Я этим горю На вопрос Ани всё-таки почему же свадьбы Я, в принципе, делаю там и дни рождения, мы делаем какие-то корпоративные мероприятия Но у свадеб есть вот этот процесс, когда ты проживаешь всю историю И, что самое важное, ты всегда работаешь с счастливыми людьми Ну, то есть свадьба, не счастливые люди Получаешь позитивные эмоции Это в любом случае, это же не похороны Да В любом случае позитивные эмоции У меня мама в своём родном городе, она иногда её как бы, она занимается кейтерингом И очень часто, к сожалению, там на похороны её вызывают Мы уже думали, если дать компанию холодные ножки Чёрный юмор Да, что свадьба мама похорона Чёрный юмор Дело в том, что человек постоянно варится в любви и в счастье Вот поэтому и сама такая, и заряжается этим постоянно Ну, вот как бы ты, ну, как бы свадьба — это вдохновение Это всегда все люди, которые, в принципе, там, вся команда, всегда фото, видео Все креативные, все интересные У всех задачи ловить позитивные эмоции и их продуцировать И поэтому мне очень нравится этот проект Потому что Даша меня постоянно знакомит весь процесс Не проект, процесс, ну и проект, как бы наша свадьба Потому что Даша меня постоянно знакомит с интересными, крутыми, креативными людьми Которых я не знала, в Киеве особо никого не знала Вот этот классный, этот классный Все самые лучшие, все топчики И вот после каждой встречи такое прям Впосновение Я надеюсь, Даша Ну, честно, честно, честно Вот поэтому я просто кайфую от процесса Если бы карантин, конечно, он чуть-чуть так подбил меня Подвыбил из этой колеи такое вот прям Но сегодня мы померили платье Оно мне понравилось Я уже возвращаюсь потихонечку И я не переживаю Я знаю, что Даша все контролирует Она всегда все будет, все будет, все будет хорошо Я боюсь, что такая гора делала На самом деле, очень куча всяких нюансов Но я особо ничего не делаю Даша все решает, скидывает мне И вот мы договариваемся Так и должна быть, ты же невеста И просто кайфовать Кайфовать Реально кайфовать На самом деле Проводим интересные встречи Вот встречаемся в ресторанчиках Обещаемся Очень, очень даже интересно Что будет все классно Все будет более-более тем хорошо На самом деле, вот сейчас как бы Мы с Аней пока ехали на локацию Обсуждали, что Ну вот сейчас из-за того, что карантин Очень много людей впало в какую-то такую депрессию И как бы все откладывают решение на потом У нас условно там Приложение от декораторов, да, там поступает месяц У девочек просто нет вдохновения на творчество У меня тоже не было абсолютно Даже вот Даша мне говорила, там анкеты заполнить Ой, такая вот анкета вообще Просто если мы после свадьбы Ее можно будет опубликовать там Наша компактная Аня Взять подушку и понести Вот Ну это мы покажемся потом Когда все удастся Я уверена, что все удастся Но на самом деле вдохновения не было вот вообще Хотелось перенести И, ну, не хотелось даже об этом думать Потому что хочется все идеально Самая главная проблема Это что не все еще открыто Не все работает Но Надеемся и ждем, да, что все откроют И все будет как мы себе представляли И все будут самые близкие На самом деле свадьба очень маленькая Наверное, одна из самых маленьких, конечно, свадьб, да? Камерная свадьба у вас Семейная Самых-самых близких Это так Ваша задача в этот день Быть только самыми близкими И самыми родными людьми Да, мы не хотим никаких там Прабабушек, троюродных там Или еще кого-то Никаких людей, которых мы не знаем Это чисто наш праздник И только те люди, кого мы хотим видеть Вот Ну, вот так Да Это такая подготовочка Сейчас мы встречаемся с видеографами Это, кстати, самое интересное Особенно для моего канала Потому что мы хотим Не стандартное видео Такое, как на выпускной На 3 часа Вот Поездка по городу Мемориам Это все такое Такое треша У нас не будет Вообще Даша Будет хуже Мы пойдем в ЗАГС Мы не пойдем в ЗАГС Нет, я не пойду в ЗАГС Нет, я не пойду в ЗАГС Мне очень нравится, что Даша нам дала полную свободу И сразу При первой встрече сказала Что никаких ограничений Абсолютно Хоть там в космос полететь В общем, все свои космические Какие-то нереальные мечты Все описывайте Мы все сделаем Да Никаких ограничений Никаких подвязок Никаких шариков Лопания шариков попой Еще можно на газете танцевать Я когда-то танцевала Я была свидетельницей И после этого Даша решила Свою организовывать Чтобы это все убрать Эти ужасные конкурсы Тамаду И все это мерзость Такого у нас не будет Будет уютно Красиво И душевно На самом деле Если вы невесты И будущие невесты То Или в любом случае Какой бы вы праздник Себе не организовали И в принципе Какое бы вы решение В жизни не принимали Никогда не думайте Что вам что-то нужно делать Какие-то шаблоны Слава богу Мир изменяется Сейчас в тренде Быть собой Быть счастливыми Быть свободными Расширять вообще Свои границы Постоянно открывать Для себя что-то новое Поэтому Прежде чем Принять какое-то решение Далее спланировать Свою свадьбу Ограничьтесь Шаблоном Нарисуйте себе Вот представьте Что в этом мире Возможно все Нарисуйте себе Свой идеальный день Вот полностью Все-все-все Как вы мечтаете Место Где бы вы Как бы вы Любое место Вы выберете в мире Где бы вы хотели Чтобы это произошло А потом придите К организатору Реально организатор Даже у меня будет организатор У организатора У нас он организатор Вы найдите Своего организатора Чуть Вы его почувствуете В принципе Это люди Которые с вами На одной волне Повезло Оно как-то Вот так происходит Даша Вы обращаете мечты И никакие рамки Себе в голове Не строите Потому что нормальный Организатор Профессионал Он Вашу мечту Уже подстроит Чуть-чуть Под ваш бюджет И под какие-то там Рамочки Но Постарается Все сделать Идеально Если конечно Кто-то что-то захочет Мне рассказывали кейс Когда Невеста хотела Чтобы Вынес кольца Цирковой Мишка Я здесь конечно Ну попробую Так лояльно Объяснить Что это Ну немножечко Может быть Небезопасно Нет Это не у меня Это в агентстве В котором я проходила Обучение Вот было Ну бывают иногда Какие-то знаете Там Даже за безопасность У нас очень сильно Вот Если где-то Они будут Немножечко Нереальными Вот То здесь Это реально Но это очень рисковое Ну Мишка Чтобы принес Ну то есть Его даже так Не адрессируют Чтобы он Поднес Прям к ней И не будет Свадьбы Может быть Очень много Разных моментов Вот В таких Ситуациях В таких Мечтах Уже Вам организатор Скажет Где что Реально А где Лучше Этого не делать Как это Можно обыграть Иначе Предложить Какую-то Альтермитиву Поинтереснее Шпицы Но вообще Мечтайте Не ограничивайте Можно мне Лучше Принесет кольца Он же Не съел Ну можно Чтобы он Ну мы попробуем Это сделать Кстати Ему можно Такое Это сделать Видите Я пошутила Я пошутила Она уже говорит Мы это сделаем Мне почему Можно Чтобы если взять Его например На поводок И приставить Там человека Который Будет Просто Его подведет Условно К месту Вы видите Сразу Все А у него На шее Может быть Еще Такой Зеленый Леночек И Весеть Эти колечки Такой Правильной Мешочке Чтобы они Не потеряли Мы Это не обсуждали Мы Не готовились Но Вот Только что Родилась Крутая Идея Потому Что Шпицы Это Просто Моя Любовь Вы Уже Знаете Наверное И Это Все Классно Все Возможно Ребят Все Возможно Главное Делайте Как всегда Мы Говорим Делайте Занимайтесь Любимым Делом И Будут Рождаться Идеи Будут Дохновения Будут Проекты Даже Даже В карантин Даже В кризис У вас Будут Клиенты Будут Проекты Они Будут Советовать И Главное Делать Своё Дело Круто По совести И Сарафанное Радио Работает Всегда И Везде Вот Все Смотрят На Результат А Результат У нас Будет Шикарный Все Будет Красиво Хорошо Ребят Не будем Долго Болтать Сейчас Будем Обсуждать Наши Видео Вот И Ну Если Вам Интересно Кстати Пишите Мы Можем Даже Еще На Какие Вопросики Ваши Поотвечать Вот И Если Интересно То Мы До Свадьбы Можем Еще Одно Видео Снять Такое Подготовительное Что-то Еще Вам Показать Приоткрыть Чуть Занавес Вот Ну А Самое Главное Конечно Будет Наш Свадебный Влог Нужно Кстати Делать Прямой Эфир Прям Ютубе Между прочим Нужно Делать Технически Как Хотите Если Невесты Будут Искать И Наткнуться На Нас И У вас Есть Какие Вопросы Потому Что У Меня Подписчик Не Думаю Не Сильно Много Невест Если Невесты На Нас Наткнутся То Пишите Ваши Пожелания Притягиваем Невесты Притянитесь К нам И мы Ответим На все Ваши Вопросы Даша Отвечет С радостью Вместе И придумаем Какое-то Вам Креативное Решение Вот Видите Вам Был Яркий Пример С Шпицем Да Кстати Если Вы В процессе Подготовки Вам Нужны Какие-то Надеюсь Понравилось Надеюсь Интересно Пишите Пожалуйста В комментариях Что еще Вы хотите Услышать И мы С радостью Будем Снимать Мне Понравилось Я тоже Очень Рай Даже Так Стеснялась И боялась Между прочим Первый Дубль Первый Мой Такой Влог Будет И без Нареза Кстати Будет Надо Снимать Почаще Вместе Все Докаривайте Все Пока-пока Продолжение следует